Всем привет! Вы на канале Лозница, меня зовут Вика и мой канал о прическах. Не забудьте подписаться, чтобы не потерять. Сегодня я хочу вам показать самый простой в исполнении бантик. Для него вам понадобится только одна резиночка силиконовая или обычная какая-то тоненькая и всего лишь одна невидимка. Я отделяю две прядки на висках и на затылке завязываю силиконовой резиночкой. Завязываю достаточно туго. Это будет основа нашего бантика. Теперь хвостик нужно провернуть на 180 градусов через верх. И вот такая вот у нас получается конструкция. Теперь смотрим, где у нас идут височки. Вот эту часть мы не будем вытягивать. Мы будем вытягивать только вот эту часть, которая идет после височка, чтобы волосы на висках у нас прилегали и у нас получился бантик. И по чуть-чуть по прядкам растягиваем эту зону, которую я вам показала. И то же самое делаем с другой стороны. Вот височную часть мы не трогаем. Вот даже видно переход темный. Вот это мы не трогаем. Мы трогаем только вот тут. Вытаскиваем прядки. Там, где у нас заканчивается низ височной зоны, чтобы ее не затронуть ни в коем случае. Если вы ее вытянете, то у вас тогда не получится никакого бантика. И вот так вот растягиваем прядки. Его можно вытянуть, насколько вам хочется. В принципе, можно оставить даже так. То есть, это уже похоже на бантик. Но я еще захотела его сделать более идеальным, более похожим. Поэтому я беру прядку из хвоста и по центру оборачиваю наш бантик. И прядочку не отпускаю, а закалываю ее там невидимкой под хвостом. Или можно в хвосте отодвинуть резиночку и протянуть обратно в хвост эту прядку. Кому как удобно. Спереди растягиваем прядочку, чтобы она у нас была пошире. Формируем бантик. Заканчиваем точнее. Я взбрызгиваю лаком, чтобы все у нас продержалось. И чтобы окончательно закончить бантик, я накрутила две прядки на утюжок. Это не обязательно на утюжок, просто он был у меня под рукой. Вы можете сделать это на плойку. Можете вообще не делать. В принципе, бантик уже и так красивый. И на вас будут обращать внимание. Интересно будет узнать у вас в комментариях, понравился ли вам такой способ. И на самом деле ли он прост. Или может вы где-то видели еще проще. Так что поделитесь, пожалуйста. Мне будет очень интересно. И буду рада, если будете отмечать меня в инстаграме. В конце я все взбрызгнула блеском. Это не обязательно. Просто он у меня был, поэтому я это сделала. Я еще немножко вытягиваю макушку, делаю ребрышки. И это все не обязательно, просто как-то сложно делать простые прически. Это получается очень быстро и кажется, что что-то еще нужно добавить. Поэтому не обращайте на это внимания. Вот такой вот бантик у меня получился. Мне он безумно понравился. Он очень прост в исполнении. Не нужно закалывать кучей невидимок, которые вылазят потом, потому что волосы толстые. Попробуйте, мне будет очень интересно, как у вас получится. Это прекрасная прическа на каждый день. Главное вытягивать так, как я показала. И не вытягивать височки. И у вас получится такой шикарный бантик. Вот такое вот сегодня было быстрое видео. Этот бантик, как вы видите, я делала в реальном времени. И сделала его за 5 минут. При том, что я снимала видео. То есть его реально сделать за минуты 2-3. Была рада поделиться с вами таким способом. И жду всех в комментариях. С вами была Лозница Вика. Всем удачных причесок. И целую вас. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова